Доброе утро! На телеканале просвещение Рассвет. Программа о важном и полезном. Программа для всех и каждого. Программа о нас с вами. Сегодня наш разговор с утра пойдет об окружающем нас мире. О том, как сохранить нашу планету для наших детей, да и самим жить на чистой земле. У нас в гостях Максим Андреевич Шингаркин. Общественный деятель, правозащитник, эколог, эксперт в области радиационной, экологической и промышленной безопасности. Здравствуйте! Доброе утро! Мы все верно назвали все ваши регалии или не все? Все мои общественные регалии, безусловно, вы назвали. Хорошо. Максим, скажите, пожалуйста, вот с чего началась все-таки ваша экологическая деятельность? Ой, ну вы знаете, это есть два уровня, да. То есть самый первый, вот честно вам скажу, когда я был первоклашкой и в класс принесли вот такие членские билеты с вступлением в офис охраны природы, я вступил, и этот членский билет я действительно считал своим первым настоящим членским билетом. Ну и как выяснилось, до сегодняшнего дня я, собственно говоря, продолжаю считаться членом экологического движения. Но когда я стал старше, я служил в вооруженных силах, и я служил в ядерных войсках, и мне стало понятно, что такая опасная вещь, как ядерное оружие, это, безусловно, накладывает ответственность на меня не то, как на кадрового офицера, но и как на гражданина, и в принципе, как на человека, который является частью всей мировой цивилизации. И поэтому буквально сразу же, как только я уволился из вооруженных сил, я ушел в Гринпис и занимался там, собственно, борьбой с распространением ядерной энергетики, с борьбой за заключение договора о всебывающем запрещении ядерных испытаний, но, собственно говоря, я и занялся настоящей правозащитной экологической деятельностью. Максим, скажите, а вот такая сознательность, такая активность в плане общества, вас воспитали так? Вы родились таким? Откуда? Ведь многим людям просто наплевать на это. Ну, не знаю. У меня есть очень хорошие устойчивые детские впечатления, когда мне было 9 лет, и когда принимали Конституцию 77-го года, это последнюю советскую Конституцию, я от своего отца, учительной истории, получил очень подробное, качественное объяснение, что такое Конституция, что это документ с нашими фундаментальными правами. И с тех пор я считаю, что гражданская деятельность и вообще гражданская позиция, и вообще жизнь гражданина, она должна быть тесно связана именно со стремлением защищать национальную Конституцию. Ну, так вы защищали, будучи военным, в другом смысле слова, правда, а тут, хоп, и в общественники. Ну, смотрите, я не вижу здесь принципиально никакой разницы. Ведь мы же понимаем, что в том числе и Советский Союз, как государство, и Российская Федерация на начале становления однозначно признали, что дальнейшая гонка вооружений, собственно говоря, вот этот домоклов меч на цивилизации в виде ядерного оружия, это существенные препятствия для развития не только нашей страны, но и цивилизации в целом. И поэтому я разделяю совершенно четкую позицию, уж вы уж меня извините, потому что я говорю, как с такими людьми, как Академик Сахаров, я действительно разделяю абсолютно эту позицию. И я понимаю, что последовательность сокращения ядерных вооружений вплоть до полной ликвидации – это цивилизационная задача. Это та задача, которую можно решить в рамках одного поколения. И я считаю, что для себя я должен выполнить эту задачу, что еще во время моей жизни планета должна прийти к всеобъемочному ядерному разоружению. В северной части Тихого океана есть область, которую называют Большим Тихоокеанским мусорным пятном или Восточным мусорным континентом. Под действием океанских течений здесь в верхних водных слоях скопилось большое количество пластиковых отходов из Азии и Америки. Всего, вероятно, больше 100 миллионов тонн мусора. В отличие от отходов, подверженных биоразложению, пластик под действием света лишь распадается на мелкие частицы, при этом сохраняя полимерную структуру. Это вещество напоминает зоопланктон, и медузы или рыбы принимают пластик за пищу. А вот этот домоклов меч, вы сказали, висел, и он висит до сих пор сейчас еще? Насколько вообще опасность велика в сравнении с временем Советского Союза? Ну, смотрите, здесь две опасности. Во-первых, есть опасность наличия ядерного оружия. А во-вторых, существенно и более проблемным является это наличие ядерной энергетики и связанной с этим шлейфом. С ядерным оружием, с одной стороны, все гораздо проще. Мы сами это говорили. Есть государство, обладающее им, есть пороговое государство, есть четкое мировое общественное мнение, которое не позволяет разработать ядерное оружие тем странам, которые не в состоянии его контролировать. Есть официальная позиция ядерных государств, стремящихся к конечной ликвидации ядерного оружия. Да, есть сложный процесс. То есть сейчас мы сокращаем стратегическое наступательное вооружение. Следующим этапом должно быть ликвидация тактического ядерного оружия или его как минимум сильное сокращение. При этом есть жесткая позиция Российской Федерации, что это нужно делать. Есть жесткая позиция Соединенных Штатов, что это нужно делать. Мы не можем договориться в параметре, потому что у нас тактического оружия больше, у американцев меньше. Но их тактическое ядерное оружие находится за пределами национальной территории. То есть все в Европе. А наши находятся на нашей национальной территории. Все у нас. То есть здесь нужно найти компромисс. Есть вопросы по подписанию договора о всеобъемочном запрещении няльных испытаний. То есть вот сегодня Российская Федерация подписала этот договор. Она фактически его и ратифицировала. Но Соединенные Штаты, в первую очередь, и Китай не подписали этот договор и, естественно, не ратифицировали. Вы сами понимаете, что без их подписаний, без их ратификаций, такой договор, во-первых, он и чисто формально не вступил в силу, но даже если он и вступит в силу за счет подписания другими странами, все равно это будет неполное решение. Вот это конкретный набор задач. И мировая общественность, она четко понимает, что здесь делать. Гораздо сложнее обстоит вопрос с развитием ядерной энергетики. Причем даже не с ее развитием качественным, а с распространением. Сегодня гражданскому населению, то есть тем людям, которые живут за пределами ядерных городков, которые не работают на атомных станциях, наносятся в том числе ущерб здоровью, вот есть такие населенные пункты Российской Федерации, именно вследствие неприемлемой по качеству деятельности российской ядерной энергетики. Всем доброе утро! Сегодня мы вместе проснемся с помощью ударной техники Тайбо. Вы с нами? Тогда поехали! Поставим руки в стойку, правая рука немного впереди, левая у подбородка, правая нога спереди, левая сзади, колени чуть согнуты и вес тела у нас на передней стороне стопы. Начнем с ударов руками, правая впереди, поехали, джеб. Раз и еще раз. Два, три, четыре. Добавляйте небольшое скручивание правой стопой. Три, еще два и заключительный. Хорошо. Сейчас удар, который называется кросс, проведем его левой рукой со скручиванием тела. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два и заключительный. Хорошо. Сейчас мы сделаем два удара, сдвоенный удар правой и левой. Итак, приготовились. Правой и левой, правой и левой. Еще раз. Правой и левой. Хорошо. Правой и левой. Добавим движение ногами, которое называется челнок. И выполним джеб в челноке. Готовы? Поехали. И джеб-кросс, 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 джеб-кросс. Еще раз. Правый и левый. Правый и левый до конца с корпусом. Молодцы. Отлично. Поменяем стойку. На этот раз у нас левая рука спереди, правая тоже. Проверьте вес тела, чтобы он был на передней стороне ваших стоп. Левая рука чуть впереди, правая на подбородке. Только джеб. Выдох. Выдох. Без челнока пока. Выдох. Выдох. И левый. Три. Два. Добавим челнок. Хоп. Только левая рука. Только левая. Только правая. Четыре. Три. Два. И заключительный. Теперь снова джеб. Два. И последний. Правая рука. Кросс. Три. Два. И последний. Теперь внимание. Поменяем стойку. Снова правая рука и нога ведущие. Сделаем двойный удар в челноке. Добавим второй джеб. И только потом кросс. Поехали. Джеб. Джеб. Кросс. Небольшая пауза. Джеб. Джеб. Кросс. Еще раз. Джеб. Джеб. Кросс. Заключительный. Меняем стойку в прыжке. То же самое. Джеб. Джеб. Кросс. Отдыхаем. Левый. Левый. Правый. Снова отдых. В основном джебу и кроссу мы добавим еще то же самое. Но быстрее. Четыре. Три. Два. Поехали. Джеб. Джеб. Кросс. Джеб. Джеб. Кросс. Пауза в челноке. Не перестаем двигаться. Джеб. Джеб. Кросс. Джеб. Джеб. Кросс. Меняем стойку прыжком. Левый впереди. Правый. Левый. Правый. Четыре. Три. Два. Еще раз. Джеб. Джеб. Кросс. Джеб. Джеб. Кросс. Отлично. Молодцы. Отдохнем. Вдох. Еще раз. Вдох. Понемногу останавливаемся. Восстанавливаем дыхание. Поставим руки наверху. Потянемся руками. и макушкой вверх. Отруглим спину. На выдох. Выведем таз вперед. И голову спрячем в руки. Снова вдох. Раскроемся. Сведем руки за спиной. Расправим плечи. Потянем мышцы груди. Еще раз. Вдох. Сведем ноги на выдох. Большое спасибо. Увидимся в следующий раз. Вы хотите сказать, что жить сегодня очень опасно? Ну, безусловно. С точки зрения простого человека, который живет в обычном социуме, он никогда не может знать, с какой стороны его жизнь подвергается опасности, с какой стороны здоровье его детей подвергается опасности. Именно по той простой причине, что развитие, технологическое развитие таково, что предприятия работают, выбрасывают, распространяют, размещают, в том числе в той среде, где живет человек, множество опасных веществ. И встретиться обычный человек может с ними в самом неожиданном месте. Ну, вот начиная, грубо говоря, от пищи и кончая тем, что выйти из дома и сапогами оказаться в этом самом деле. И практически ни житель крупного города, ни маленького населенного пункта не защищен от столкновения, если не с экологической катастрофой, то как минимум с экологическим правонарушением. В Российской Федерации, я вам честно скажу, ситуация похожа даже в развитых странах. Другое дело, что там контролирующие органы, общественность имеет большие права на прекращение деятельности особо опасных промышленных объектов, предприятий. В России, конечно, все не так совершенно. И поэтому сегодня очень важно, чтобы каждый отдельный человек понимал, где он может столкнуться с последствиями недолжного отношения промышленников к окружающей среде и, соответственно, с риском для себя и своих детей. Хорошо. Вы сейчас обозначили очень большой круг проблем, которые подлежат обсуждению, может быть, и в рамках нашей программы, и в других форматах. Я для себя выяснила следующее, что человек на пути к техническому прогрессу стремился создать что-то новое и создает, но он не заботится о том, чтобы обезопасить от последствий этого нового человечества. Так? Мы не настолько цивилизованы, чтобы подумать о будущем, о том, к чему это может привести. Я не думаю, что настолько безответственные люди, которые изобретают то или иное ядерное, энергетическое какое-то вещество. Нет, смотрите. Человек, который придумал колесо, он, безусловно, рассчитывал на какое-то, так сказать, скорейшее применение его. И вот я колесо недаром привел, как пример, потому что колесо только спустя, ну, многое время превратило средство все-таки вооруженной борьбы. То есть его установили на колеснице, к примеру, да, или там на танки, да. А вначале все-таки колесо выполняло гуманитарную функцию. Поэтому изобретателю колеса было сложно вообще предусмотреть там возможность его от боевого применения. Ну, в отличие от изобретателя молотка, который исключительно для того-то молотока и тела, чтобы получить как раз, так сказать, именно боевое применение. А вот гвозди забивают де-факто потом. То есть вы хотите сказать, что предусмотреть опасность изобретая что-либо невозможно? Невозможно. Человек-изобретатель. И я в своей жизни сталкиваюсь с огромным чувством людей. Более того, я знаю даже людей, которые работают в военной отрасли. И они погружены в изобретение самых там замечательных мирных вещей, потому что просто им нравится изобретать. Я хочу сказать одно, что сам акт изобретения является, безусловно, движением цивилизации в развитии. А вот деструктивное применение, да, ну, мы сами понимаем, да, и Фром подробно изучил, так сказать, вот эту всю проблематику. Вот деструктивное применение изобретений цивилизации, это, вы знаете, либо делается от безысходности, когда государства, народы или там отдельные личности защищаются. Либо это делается по желанию получить доминирование, да, в цивилизации, там, в мировой политике или в личном доминировании. И зло, ну, это библейская истина, да, так сказать, оно всегда находится рядом с добром. То есть, более того, чисто для понимания нашего мы же не можем никогда оценить добра, если зло не будет его оттенять. Древние отстыки, помимо традиционного земледелия, сооружали на мелких реках и озерах искусственные острова, Чинампы, где выращивали все доступные им культуры. Чинампы были полностью регенеративными сельскохозяйственными системами. Не нуждались в поливке, так как имели непосредственный доступ к воде, и не причиняли вреда окружающей среде. Вот такая забота об экологии. Я, если позволите, продолжу озвучивать круг проблем, которые мы начали. Итак, изобретатель не может предусмотреть всю негативность своего изобретения. Хорошо, тогда существуют другие умы, которые понимают неприятности, которые могут последовать, да, даже после применения деструктивных действий, как вы говорите. И вы хотите сказать, что тогда эта группа людей, которые понимают и может что-то сделать, она не настолько сильна, чтобы противостоять злу. Вот так и назовем. Это хороший вопрос, но вот смотрите, мы начали же с ядерного оружия. Вот здесь очень интересно посмотреть. Всех, кого я знаю, крупнейших изобретателей ядерного оружия, я знаю в том числе, как и людей, которые в скорости после осознания сделано, высказались о том, что ядерное оружие есть суть зла. То есть, ну, про Сахарова, как мы говорим, Ферми сказал то же самое. Я знаю, там, Петр Капица, он тоже давал оценку ядерному оружию. Мы понимаем, что как бы вот есть определенный академический подход, да, как бы, допустим, он формулировал, да. Я знаю огромное число профессионалов, которые потратили свою жизнь именно на поддержание в должном положении российского ядерного оружия. И я знаю их личную позицию, когда они говорят, да, это зло есть, мы его на самом деле храним за замками. И мы своим каждым днем, каждым действием стремимся к тому, чтобы вот оно закончилось. И вот, допустим, Лев Феоктистов, один из изобретателей ядерного оружия, он написал книгу, которая называется «Оружие себя исчерпало». Я лично с Львом общался несколько раз именно на предмет этой книги. То есть, он, безусловно, сторонник ядерной энергетики, но его однозначная позиция была, и вот она в этой книге, что оно исчерпало. Он, на самом деле, как бы суммировал позицию всех великих ученых, которые стояли у созданий, как американских, так и наших. И вот эта книга, она, по сути дела, является, вот, если честно говорить, вот во всех научно-технических вузах, если ввести обязательно эту книгу, это очень хороший вот ответ на тот вопрос, который вы задали, о том, что должен видеть изобретатель, ученый, естествоиспытатель, когда он совершает акт открытия, и как он должен понимать, чем может вернуться акт открытия. И именно совершенные формы, вот, академиков, создающих ядерное оружие, демонстрируют, что они поняли, осознали, более того, они оставили нам четкие, понятные алгоритмы, как уйти от этой трагедии. Вы сказали, что в других странах гражданская позиция, гражданская активность, общественная активность намного сильнее, чем в нашей стране. Вот это проблемы на сегодняшний день, низкая гражданская позиция в России. Вы поймите, в рамках всей цивилизации нужно говорить о том, что цивилизация должна быть сбалансирована. И в этом плане, конечно, Российская Федерация со своим гражданским обществом находится где-то там, ну, в зоне устойчивого этого, грубо говоря, со стороны неустойчивой части, да. Вот. А там европейская государственность, да, вот мы сейчас про Евросоюз говорим, она находится в зоне устойчивой там со стороны уже там высокой степени нормирования, да. Где есть истина, там, мудрецы, да, тысячелетия спорят, я не думаю, что нам сегодня за утренним чаем удастся, так сказать, найти эту истину. Но, безусловно, позиция населения, позиция граждан, которые говорят нет, потому что не нравится, она, во-первых, прописана в Российской Конституции через факт. Прямое самоуправление народа осуществляется путем проведения референдума. То есть, вот у нас конституционно предусмотрено, не хорошо, плохо, у нас конституционно не предусмотрено, экономически выгодно, экономически невыгодно, у нас просто предусмотрено, нравится, не нравится. И для этого есть совершенно понятный конституционный инструмент, всероссийский референдум, или региональный, или местный. Вот неиспользование конституционно предусмотренного инструмента российской государственностью вот на протяжении всего там двух десятилетий развития есть существенное упущение. Качественное использование этого инструмента, по принципу, я еще раз подчеркиваю, нравится-не нравится. Потому что именно по этому принципу, я подчеркиваю, это превосходный принцип. И докажу сейчас. Все представители органов государственного управления, все политические партии, насколько мне известно, признаю, что принцип нравится-не нравится очень хорош, когда занимаются выборами президента. Считаю, что если выбрать президента, могут простые граждане, путем нравится-не нравится. То, что принять решение, стоять за воду-не стоять за воду, еще проще. И самое главное, еще менее безболезненно для местной общины региона, или уж вдруг есть какой-то суперзавод всей Российской Федерации. Но вот насколько профессионально может народ вот так посудить, нравится-не нравится. Вдруг нравится, но нельзя ставить. Насколько квалифицирован простой, обычный человек в этом плане, образован. А это не средство комплементарности именно, понимаете, Екатерина. Вот это именно и есть комплементарность. Но раз народу доверяет такое чудо, как, так сказать, президентские выборы президента, то уж здесь вопрос такой. Да, экономический завод, наверное, был обоснован. Но те люди, которые его, так сказать, экономически обосновали, не смогли комплементарно донести до населения, что, а вы знаете, это вам еще и понравится. Почему в западном обществе, где все это жестко, все равно умудряются ставить особо опасные химические заводы, то есть находят комплементарность. Я вам приведу пример. В прошлом году, вот год назад была история. Одни российские олигархи хотели построить маленький химический заводик посреди курортного французского города. Французы нас пригласили и говорят, ну скажите, пожалуйста, а вот как там у вас? Я говорю, ну у нас очень просто, у нас принято решение, заводик будет. Взяли и построили. Они сказали, нет, у нас не будет. Потом был очень, вот был очень показательный пикет у мэрии. Был пикет разрешенный, не было полицейских никого. Вот половина жителей города стала против завода, а половина, значит, жителей стала за завод. И они стояли, дискуссировали. А французское телевидение бегало, снимало очень политически выдержанный репортаж. Сколько сняли секунд тех, столько сняли тех, столько сняли тех, тех. Потом были дебаты. В результате, я вам так скажу, не потребовался местный референдум. Российская олигархическая компания собрала маматки и ушла из этого города. Понимаете? Не выдержала. Не выдержала демократия. Вот французы продемонстрировали. То есть даже не дошли, так сказать, до акта всенародного или местного референдума. Это просто дать сеть демократии. Хотела вас спросить. Ну вот с предприятиями все понятно. А что касается таких странных, на мой взгляд, вещей, как, например, большой адронный коллайдер. Вроде это благое же дело во имя науки. А тоже говорят вредно. Вот как описает дела с таким вопросом? Как вы считаете? Ну если брать с финансовой точки зрения, мы знаем, что километр большого адронного коллайдера стоит дешевле, чем четвертого транспортного кольца, который стоит в Москве. Поэтому с финансовой точки зрения это, в общем-то, маленькая экономическая вещь. С точки зрения, если серьезно говорить, если науке. Ну смотрите, во-первых, это действительно очень небольшой объект. Ну мало того, что линейный он, но он очень небольшой. Он зарыт под землей. Там проходят процессы, энергетика которых, ну вообще даже несравнима, есть сравнение с четвертым трассным кольцом, с той энергетикой, которую будут выделять автомобили, которые в течение суток будут ездить по вот этому самому трассному кольцу. Честно слово. То есть подумайте, это просто такой длинный-длинный холодильник. То есть вы хотите сказать, что вот пугают нас большим адронным коллайдером, а нам стоило бы обратить внимание на совсем другие вещи, которые рядом с нами происходят, и мы их не видим. В частности, вот вред, например, там от магистралей больших, да, там выбросов и так далее. Так получается? Ну вот если честно, да, положа руку Насте, я хотел бы сказать, я так думаю, все, что связано с коллайдером в СМИ, это есть такая программа, вот я искренне так считаю, это программа, как миллионы необразованных физически людей, ну в физике людей, привлечь их интерес к тем сложнейшим научным экспериментам, которые на этом коллайдере делают. Ну, потому что то, что там делают, не каждый доктор наук понимает, да, но такому большому экономически затратному проекту все равно требуется, с точки зрения европейцев, требуется внимания, иначе общественно не понимает, куда делить деньги. Такая интересная позиция. Про глиеры, про все, это просто на самом деле, чтобы все приобщились. А так как, ну, в этой части российские журналисты и российская общественность, мы вторичные потребители, то есть в Европе заговорили, а мы вторичные потребители, мы же получаем, грубо говоря, совсем искаженный сигнал, и мы просто соучаствуем, понимаете, мы сопереживаем вот этой сложной научной программе. Поэтому давайте все, что связано с коллайдером, рассматривать именно через эту призму. А то, что действительно существуют научные проблемы с точки зрения экологии, это действительно факт. И мы можем сказать, вот конкретный пример, еще 10 лет назад все разговоры про альтернативную энергетику, про ее там воплощение, про уменьшение энергосбережения, и уж там про зеленые автомобили, казалось там, ну, достаточно фантастическими вещами. 20 лет назад это было сформулировано в виде целей. Но сегодня, когда на самом деле европейский, североамериканский автомобильный рынок будет заполнен исключительно гибридами, которые еще с большей скоростью будут прогрессировать в еще более экологически состоятельные автомобили, вот, допустим, есть такая технология диметилэфира, честно говоря, разработанная там уже много десятилетий назад, это же такой синтетический заменитель дистоплива. Можно применить в любом синтетическом автомобиле. Делается из газа, из того же дизельного топлива можно сделать, из нефти, из органических веществ. Но его использование в автомобиле приводит к тому, что в выхлопе присутствует только вода. Ну, только вода. И поэтому, вот, внедрение всех этих технологий сегодня есть суть, просто вопрос времени. Они прошли вот ту скрытую научную стадию, вот как коллайдер еще не прошел ее, они уже прошли. Они сегодня входят в наш дом. Они входят, они очень настойчиво входят в наш быт. И они и есть суть самозащиты вот этой цивилизации, которая накапливает и все равно воплощает те научные разработки. Поэтому, когда ученые запускают, разрушая немножко азоновый слой, большой космический корабль на борту, несущий крупный телескоп, когда они копают землю, строят длинный холодильник в виде коллайдера с ускорителем, это все усилия на то, чтобы через десятки лет человечество жило более безопасно, чем сегодня. Здравствуйте, дорогие друзья! Не так давно в одной из статей, по-моему, как правильно выбрать овощи, натолкнулась на поистине золотые слова. Помидоры должны пахнуть помидорами. И даже как-то опечалилась. Ой, недолго им осталось источать свой настоящий томатный аромат. Еще совсем чуть-чуть, и все предлагаемое нам помидорное роскошество ограничится скромным триединством. Маленькие, побольше и на ветке. Все как один красиво глянцевые и ватно-безвкусные. Зима. Да, и по цене дела станут обстоять совсем по-другому. Надо успевать, если не впрок наесться, то хотя бы заметить это ускользающее впечатление сезонно-овощной ароматной радости. Хотя овощной ли? Вопрос до сих пор остается открытым. Помидор такая штука, как приготовишь, тем и будет. Захочешь приготовить помидорное варенье, а умельцы это практикуют? Будет помидор фруктом, на вполне ботанических основаниях. Ведь фруктом считается съедобная часть растения, содержащая семена. А овощем остальные его съедобные части. Корни, листья, стебли. Уважаешь более привычное сочетание суп, салат, врагу, помидор будет овощем. И только в Америке он овощ законно с 1893 года по решению Верховного суда. Дело в том, что на ввозимые в страну фрукты не распространялся 10-процентный акциз. И из-за помидоров, окрещенных торговцами фруктами, казна теряла деньги. Пришлось делу дать ход и узаконить помидорный, не фруктовый статус. Что, по-моему, может являться классическим примером несмешного-смешного. Вот и морковь очень хороша в джеме. Так что же, тоже фрукт? Однако вернемся к нашим готовкам. Есть такой специально узбекский салат «Ачучук» от «Ачи горько» и «Учук пресно». Подаваемый к плову, дабы основное блюдо красиво и хорошо усвоилось. Так вот, если его распространить фасолью и майонезом, можно этот салат сделать блюдом вполне основным и помидорным. Сытно, вкусно и легкая восточенка не теряется. Салат из помидоров с фасолью. Крупные дольки помидоров соединить с кольцами лука и зеленью. Присыпать красным молотым перцем. Добавить консервированную в собственном соку фасоль вместе с соком. И ложку майонеза или сметаны. Посолить по вкусу. Что ж, дорогие друзья, думаю, не важно, фрукты это или овощи. Но если вы любите помидоры, смотрите программу «Что есть» на этой неделе. А если хотите самого простого, но аппетитного рецепта, пожалуйста, на круглый кусочек поджаренного хлеба выложить полукруг помидора и такой же полукруг огурца, чтобы вместе они образовали полный круг. Середину украсить соусом майонез и кусочком красной редиски. Пищепром издат Москва, 1954 год. Книга о вкусной и здоровой пище. На сегодня все. С вами была Жанна Соловьева. До свидания. Экологические автомобили, вообще, все, что сейчас связано с приставкой «эко», это модно и очень популярно. Вот в Европе, вы говорите, они с восторгом смотрят на эти изобретения. Мне кажется, в России с опаской. Вот реально ли, что по нашим дорогам лет через 10 будут ездить исключительно экоавтомобили? С недоверием, может быть, со скепсисом. Со скепсисом, да. Ну, во-первых, да, во-первых, ну ездят уже автомобили. То есть гибридные ездят, вынимает на платежи. Ну, 1-2 на 100. Ну, тут же вот очень просто, да. То есть, а кто бы поменял, условно говоря, просто государственную таможенную политику? Ну, вот просто поменяли, вот завтра поменяли таможенную политику, сказали. А на автомобиле, оснащенной гибридной установкой, таможенной платежи, в два раза меньше. И вы увидите, что наши эти продавцы автомобилей, они, вот все салоны будут... Они создадут спрос на рынке. Президент в рамках, там, комиссии по модернизации, он поставил задачи, в том числе и по энергосбережению. И господин Прохоров, вот он разрабатывает автомобиль, и вы знаете, да, что это получается вот тот самый российский олигарх, который разработал тот самый российский автомобиль, который, как презентуется, как раз будет с минимумом потреблять природное топливо. Вот это как раз и будет то самое эффективное решение, которое будет внедрено с учетом наших особенностей принятия государственных решений. А знаете ли вы, что то милое желтенькое растение, которое все наше советское детство папы дарили мамам на 8 марта, а детишки радостно изображали на открытках тем же мамам, вообще-то не мимоза. На самом деле это акация серебристая. Ее раннее цветение объясняется тем, что родом она первоначальная, из южного полушария, где с декабря по февраль – лето. Биологическая память времени цветения осталась даже когда растение в середине 19 века приехало на Кавказ, где и поныне цветет ранней весной. Максим, скажите, пожалуйста, а вот сознательных олигархов, магнатов сейчас станет больше, как вы думаете? Или любой человек, поимев огромное состояние, становится безучастным к экологии в частности? Ну, я не могу говорить за всех магнатов. Во-первых, я не делаю социологический опрос среди магнатов и олигархов. Но из опыта работы я хочу сказать, что, понимаете, наступает рано или поздно у промышленников понимание, что сама их деятельность, сама деятельность, она тесно связана вообще с течением жизни. И зачастую даже играет такая вот, как бы у них есть внутренние соревнования. То есть вот на этом заводе есть такие решения, а у меня нет. А чем я хуже? То есть есть вот в определенном смысле, когда это не самые примитивные отрасли, рождается внутренняя потребность людей сделать красиво. И вот это стандарт, который общество может формировать, из-за которого оно может высказывать благодарность или понимание тем людям, которые руководят национальной промышленностью, этот развитый стандарт, он по сути дела есть стандарт, который двинет все наше общество вперед. Экологический спорт. На больших океанских лайнерах топ-класса есть даже поля для гольфа. Главной проблемой такой игры является то, что мячики часто улетают за борт. Одна немецкая фирма выпустила специальные мячи в виде спрессованного рыбьего корма для тех игроков, которым не чужда забота об окружающей среде. Максим, скажите, пожалуйста, мы как так все ближе и ближе к Москве подходим. Вот прошлогодняя жара, которая случилась над Москвой, ну и в других областях, да, вот эти сумасшедшие пожары, скажите, это влияет все на нашу безопасность и будет какой-то такой отдаленный выстрел? Или все-таки это, ну так вот случилось и дальше пошли до следующего раза? Ну это тоже непростой вопрос. Во-первых, понятно, что бесхозяйственность была причиной задымленности. То есть сама жара для нас с вами объективна, на нее никто не производил. Вот, а задымленность это есть следствие бесхозяйственности. То есть горели леса, потому что ранее были разрушены все системы. Теперь отдаленные последствия. Ну, по отдаленным последствиям есть гораздо лучшие специалисты, чем я. Я мог бы сослаться на их позицию. И вот процитировав известных ученых, которые именно последствия оценивали, они сказали, что на большинстве населения, на большинстве населения совокупный негативный эффект будет незначительным. И он был локальный, по времени привязанный к событиям. И, собственно говоря, большинство населения восстановилось. Но существует группа риска. То есть люди с болезнями, на которых вот эта ситуация сильно усугубила течение вот это нездоровое состояние. И если эти люди сегодня находятся в состоянии регрессирующего здоровья, то, в принципе, очень сложно им выкарабкаться, потому что у них на накопленные последствия они сказались. То есть они уже сказались. И для них уже наступит регресс. И усилия, потому что их сделать здоровыми, существенно выше. Самое печальное, что в том числе и скрытые формы заболевания, то есть начальные формы, в том числе и онкологических заболеваний, не все сегодня для этих людей выявлены. То есть существует класс людей, которые уже получили ущерб, но они даже об этом сегодня не знают. То есть это люди, которые живут среди нас. Они просто в силу отсутствия диагностики еще не знают, что на них уже сказалось. 20 ноября 1980 года при поисках нефти в американском озере Пенер бур по ошибке пробил дыру в одной из соляных шахт, расположенных под озером. Вода быстро размыла 35-сантиметровое отверстие и ринулась вниз. Озеро стало мелеть, и в него потекла вода из Мексиканского залива через канал. Через некоторое время озеро из Пресного превратилось в соленое. Максимальная глубина его увеличилась в 100 раз, а впоследствии полностью изменилась окружающая экосистема. Скажите, а какие проблемы в сфере экологии сейчас наиболее остро стоят? Вот для нас, для москвичей, для россиян. То есть это что? Это глобальное потепление или там загрязнение воды? Или это ядерные технологии? Ну, на самом деле, конечно, на первом месте это загрязнение воды. То есть, к сожалению, не принята федеральная целевая программа «Чистая вода». Не будем сейчас обсуждать причины, почему это произошло. Но вот мой родной город Новокуйбышевск находится на берегу Волги, а качество воды, водопроводить, во-первых, ее в половину от того, что нужно, а во-вторых, та вода, которая есть, она, по сути дела, для питья непригодна. Представляете? То есть не берегу Волги, а пить нельзя. И такое положение дел у 40% населения Российской Федерации. С водой? С водой. В том числе под угрозой потенциальные питьевые источники и Москвы, и Санкт-Петербурга, а других городов в том числе. Загрязнена река Урал. То есть есть целые предприятия, которые загрязняют Урал и Каспийское море. В первую очередь проблема воды. То есть промышленное загрязнение водных ресурсов. Проблема загрязнения воздуха, она присуща. Она, естественно, в крупных промышленных центрах и в мегаполисах за счет автомобилей выше, чем в среднем по стране. Но она следующий идет по этапу, ну как бы за водой, по степени негативного воздействия. Все остальные, я бы не стал проблемы ранжировать, да, потому что для разных людей по-разному. Есть целые деревни, проживающие на радиационно загрязненных территориях, для которых никакие другие экологические проблемы незначимы. Для них важна проживание на радиационно загрязненных территориях. Что убивает практически людей. Есть населенные пункты, которые находятся в санитарной зоне промышленных предприятий. И они там используют, испытывают полный комплекс негативного воздействия. То есть развитие гражданского общества – это суть решения задач для каждого конкретного человека. То есть каждый становится инициатором, сигнализатором. И гостуарство при гражданской позиции должно решать проблему малых сообществ. И тогда страна двигается вперед. Рог у носорога нельзя назвать рогом в строгом смысле этого слова. В отличие, например, от бычьего рога, он не содержит костной ткани, а состоит из склеенных щетинообразных волос. Из-за того, что эти рога высоко ценятся в восточной медицине, носороги сейчас находятся под угрозой вымирания. Для защиты от браконьеров власти некоторых стран, где обитает популяция носорогов, отлавливают животных и под наркозом отпиливают рог. Искренне, хотя и немного наивно, они полагают, что глобальный замысел, плотой и сам промысел Божий, заключается в том, чтобы населить совершенный мир под названием Земля существами, которые в перерыве между войнами занимаются уничтожением полезных ископаемых и экологической системы планеты, стараясь как можно быстрее привести ее в полную негодность. Вадим Панов. Что может сделать, грубо говоря, каждый из нас? Вот эти вот прописные истины, сортировать мусор и так далее, и так далее. Вот вы как эколог, вы какие конкретно правила придерживаетесь каждый день? Вот, если действительно, да, говорить о том, что должен делать каждый человек, чтобы мы все стали немножко зеленее, то есть, безусловно, первое, это экономия ресурсов воды, это раздельный сбор ТБО, и, что немаловажно, контролирование себя, что мы едим. Мы сегодня едим ненатуральные продукты. Если бы, условно говоря, все жители Москвы, то есть, образованные люди, имеющие доступ к интернету, пользующиеся, так сказать, одними и теми же конкретными магазинами, имеющими альтернативу, вместе ввели, так сказать, ну, как бы объявили вотом недоверие тем синтетическим продуктам и заменителям, которые мы едим, я вас уверяю, что промышленность бы отказалась от производства вот этих недоброкачественных продуктов и перешла на более приемлемые продукты, да? Мы сегодня можем сформировать этот стандарт. То есть, я, прежде чем покупаю продукты в магазине, я внимательно читаю, что написано на задней стороне, я мониторю производителей, я делаю качественный выбор. Вот эти три вещи, когда мы делаем, мы практически формируем рынок подходов каждого из нас, значит, всего общества в целом, к тем стандартам, в котором мы живем. То есть, ну вот, например, тем не менее, вот эти продукты, да, в которых есть там все эти Е и так далее, и так далее, они же дешевле, они доступнее. Я понимаю, что вы, например, для себя отказались, да, а человек другой привезет, ему проще купить вот такие, чем ехать в эко-магазин какой-то там за экологически чистые продукты. Нет, ничего подобного. Смотрите, значит, мясо, да, оно стоит столько же, сколько колбаса. Но в этом мясе мясо, а в колбасе вареной, да, мяса нет. Значит, можно не покупать синтетическую газировку, а просто пить воду. Просто не покупать синтетическую газировку. Можно не потреблять маргарин. В принципе, вообще его не потреблять. Заменить маргарин можно легко подсолнечным маслом, можно заменить легко и оливковым маслом. Оно, кстати, его нужно меньше, чем подсолнечным, поэтому по потреблению оно не сильно дороже получается. То есть, ряд продуктов может вообще исчезти из наших магазинов, исчезнуть, понимаете? Если мы все не будем покупать продукты, вот эти, условно говоря, молочные новомодные продукты, которые даже йогуртами не называются, но позиционируются в дорогом сегменте, понимаете? Ситуация какая. Людям с хорошей, с хорошей покупательской способностью предлагают ерунду, да, в пластиковых этих. А вся Европа, я вам подчеркиваю, заполнена нормальными йогуртами, которые дешевле нашего молока, если мы на килограмм посмотрим. Поверьте, если эти люди не научатся дешевые йогурты качественные производить, то нужно снять именно таможенные ограничения. И тогда Европа нас накормит нормальными йогуртами без крахмала, без заменителей вкуса и посластительной, неизвестной природы. И это могут сделать и богатые, и бедные покупатели. Более того, по факту, я вам так скажу, получается, часть людей с невысокой покупательной способностью в стране живет, на самом деле, ближе к земле. И за счет этого питается-то гораздо лучше, чем люди в Москве, которые даже неплохую зарплату покупают. Но они, во-первых, а, переплачивают, во-вторых, за плохие продукты в московских магазинах. И потом еще поправляют свое собственное здоровье, так сказать, разъезжая по врачам. И платят еще третий раз за те самые удовольствия, которые многие россияне получают только потому, что они живут еще традиционной жизнью, основанной, грубо говоря, на «ем то, что растет рядом со мной». То есть это правило действует, на самом деле, оно даже выгодно получается. Хорошо, мы приходим к тому, что, чтобы сохранить зеленую планету, каждый должен, в первую очередь, подумать о себе, и тогда вообще мы соберем вот такую зеленую население рядом с собой. Безусловно, но вот я, допустим, никогда лишний раз не сажусь в машину, когда могу проехать общественным транспортом. Вот я даже к вам приехал на метро, хотя, а здесь прошел с пешком от ВДНХ, да? Почему? Ну, я могу себе позволить пройти для того, чтобы лишний раз не ехать, не загрязнять. Я это делаю всегда, когда только это возможно. То есть я каждый раз думаю о том, чтобы мое действие, оно не нанесло ущерба окружающей среде. Если я выезжаю в лес, то все, что я привез в лес, я увожу с собой, понимаете? То есть просто по определению, все, что привез, все увожу с собой. Ни бумажки, ничего, так сказать, вот ничего не остается на месте, где я был. То есть это очень простой принцип. Более того, хочу еще раз подчеркнуть, очень многие люди так живут. Они живут не потому, что они книги начинают, они потому, что знают. А другие просто не делают труда задуматься над этим. Вот если мы все будем задумываться, если мы все будем делать, если государство увидит, что мы так делаем, оно начнет также экономить энергетику, тепло, ресурсы, будет вторичное использование. И тогда будут важны не деньги, не стоимость денег, а будет важна экологичность промышленности. Вот когда это у нас будет происходить, то Российская Федерация, или там маленькая Дания, или там огромный Китай. Мы все снизим нагрузку на окружающую среду, мы можем рассчитывать, я не говорю на спасение цивилизации, хотя бы на то, что наши дети и внуки будут жить в мире, где у них будет меньше ограничений, чего нельзя делать, как нельзя делать и почему чего нельзя делать. То, что мы сегодня можем себе позволить, но чего, допустим, они будут лишены. Как, допустим, мы сегодня лишены простых вещей. Ведь наши бабушки и дедушки спокойно купались в Москва-реке. Да, да. Понимаете? Или в других реках, да? А сегодня это невозможно. То есть я маленький купался в Волке, да? А сегодня, скажем так, это очень сомнительное мероприятие. Ну, значит, от сознательности каждого из нас зависит и будущее наших детей. Позвольте небольшой блиц-опрос. Хорошо. Чай или кофе? Чай. Рыба или мясо? Рыба. Черная или белая? Не понял. Черная или белая? Белая. Белая. Чтение книг или общение с компьютером? Нет, чтение книг. Есть ли любимая сказка? Нет. А есть ли любимый поэт? Нет. Писатель? Произведение? Джозеф Хейлер, поправка 22. Замечательно. Блондинки или брюнетки? Брюнетки. Спасибо. Это приятно. Отдых на пляже или познавательная экскурсия на отдыхе? Лучше экскурсия. Ваш совет нашим телезрителям? Живите так, чтобы каждый день испытывать удовольствие от прожитых минут, а в конце дня понимать, что день прожит не зря, и завтра, благодаря этому дню, будет что делать. И к этим словам гостя нашей программы остается добавить лишь одно – берегите окружающий нас мир. Тогда жизнь на нашей земле станет и ярче, и дольше. Но завтра точно будет новый день, новые темы и новые герои. А мы встретимся, как обычно, на рассвете. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!